Всем привет, с вами Машка Соколова, и так давно вы ждали мой влог, наконец-то он готов, а мы тем временем в студии со Стасом снимаем наши новые ролики на канал. Вот он, Стас. Быстро снимаем новые ролики на канал, и я уже сегодня улетаю в Барселону, поэтому вас ждет влог о солнечной Барселоне. Погнали! Итак, мы заселились в нашу квартиру в Барселоне. Кира, какая комната твоя? Очень хочется вот эту, да? Нет, нет, нет. Смотрите, какая у нас классная квартира, у нас целых 7 балконов, отдельный душ, это как в МТВ по домам. Такая у нас прихожая, здесь мы будем сегодня ужинать, еще одна комната, вот эта, кстати, тоже ничего такая, но та прям самая такая, кайфовая. Смотрим, смотрим. Здесь у нас еще одна ванная, еще одна комната, и еще одна спальня, и 7 балконов в квартире. Короче, вот в Барселоне обещают просто публическим. Мы сейчас идем в душ, есть и гулять по Барселоне. Пока мы с Кирой вдвоем, потому что Женька с Арсаном поздали на самолет и приедут уже завтра. А пока у нас начается классный выход. Сегодня у нас прогулка по стандартным туристическим местам, показываем Кире Барселону. О, ну, как тебе просло? 150 раз я здесь была, но тем не менее красиво. Обожаю это место, обожаю этот город. Движуха нереальная, тепло, хорошо, куча туристов, куча движа. Чуть погуляем, естественно, пойдем по традиции поесть. Пацаны тусуются. Я в Барселоне вижу пятый раз. Несмотря на это, первый раз на набережной я вижу парк аттракционов. И здесь, знаешь, есть колесо обозрения, и мы с Кирой решили прописаться. Я думаю, что будет круто. Как думаешь, что стоит билет на колесо? Я ставлю на евро-2. Сейчас посмотрим. Пять евро. Пять евро, это вообще нормально. Вот туда мы сейчас пойдем. Я пипец как сильно боюсь. Вообще аттракционы не моя история. Но, между прочим, Кира решила затащить меня в парк аттракционов Порт-Авентура. Мы пока еще точно не договорились, но она очень хочет меня заносить тащит. Посмотрим. Не знаю. На чем колесо обозрения. Но панорама должна быть очень здоровой. А у нас вот такое замечательное. Доброе утро. Мы проснулись. Время 8 утра. Вышли из дома. У нас сразу вот такая потрясающая красота. Солнышко. Парк. Мы сейчас с Кирой будем тренироваться прямо на улице. Будем делать круговую тренировку. Сейчас мы ее вам снимем, покажем. Вы сможете использовать ее в отпуске. И насладиться вот этим классным, потрясающим. Пальмы, солнце, цветочки. Кира готова тренироваться с утра. Вот так что, приехал в отпуск. Нормально. А тут. И я. Убийц. Пальмена. Пока. Пока. Тут. Все, тренировка подошла к концу, я добываю ягодицы, Кира. Жива. Кире понравилась тренировка с утра. Завтра нас ждет такая же следующая и пробежка, я думаю, что у нас это будет утром. Докачаем ягодицы, пойдем прекраснейше завтракать и гулять. Не могу остановиться, прям нравится. Так, мы пришли сегодня на байкерию за креветками и за гребешками и я решила съесть сразу же устрицу. Кира что-то отказалась, но я не боюсь. Выглядит все достаточно свежо. Вот она. Кира, ты дальше не хочешь? Очень вкусно, спасибо. А мы заскочили домой на обед. Зашли сегодня на рынок, Кира пока побежала за полой гостером. Купили креветок, осьминога, гребешок и овощи. На все потратили 50 евро. Сейчас закатим просто потрясающий ужин, точнее обед. Спали, я такая. Приезжайте сюда, вкусно есть и тренироваться. Ну что, спортсмен, ты счастлива? Завтра выход? Ты готова? Сколько рис сегодня съела? 20-30 граммов. Все, больше нельзя? А завтра будет торт вечером? Маша, стоим на закуску, моя рука еще. Так, сегодня мы с Кирой пришли есть поэлью. По собственному опыту Кира сказала, что одна поэлья на человека это в принципе нормально. Но что-то мы немножко не подрассчитали. Вот так мы сегодня обедаем. Кира первый раз сегодня будет пробовать поэлью. Ну слушай, 15 евро за целую сковородку еды. Мне кажется, что это очень даже хорошо. Друзья, помимо путешествий, очень важной частью моей поездки был, конечно же, шоппинг. Потому что я страшный шопоголик, как вы все прекрасно знаете. Но, помимо шоппинга вживую в путешествиях, я очень люблю естественные интернет-покупки, потому что это безумно удобно. И, например, пока я сижу в аэропорту и жду самолет, естественно, я захожу в онлайн-магазины и скупаю все подряд. Интернет-покупки я люблю за то, что есть замечательные кэшбэк-сервисы. Например, сервер Smart Sale, который позволяет вам экономить ваши деньги и возвращает часть денежных средств после покупки в интернет-магазины. В чем фишка этого сервиса? Во-первых, в этом сервисе вы можете найти более 1100 магазинов абсолютно разной тематики в зависимости от того, что вам нужно в разных регионах с возможностью доставки абсолютно по всему миру. Вывод средств начинается уже с 40 центов, то есть это какая-то минимальная покупка и уже начинает работать кэшбэк. Я это очень люблю, это очень приятный бонус этой программы. Также большой плюс системы – это удобный вывод средств. Это может быть почтовое отправление, либо возвращение на карту, либо любая платежная система, что очень удобно. Также на сайте есть большое количество бонусов, например, двойной кэшбэк-сервис, либо какие-то акты, за которыми вы можете следить и делать ваши покупки еще выгодными. Вот такие у меня отговорки все время, когда я делаю миллион пятьдесят покупок каждый день. Но да ладно, это очень удобно, есть кэшбэк, почему нет? И еще огромный плюс – то, что вы можете получать бонусы благодаря своим друзьям. После регистрации на сервисе у вас появляется ваша личная персональная ссылка, которую вы можете поделиться со своими друзьями, и они, зарегистрировавшись там, подарят вам бонусы, которые вы точно так же сможете потратить на покупки, либо вывести их в качестве денежных средств. Короче говоря, сервис очень удобный, шоппинг я очень люблю, ссылку на этот сервис оставляю в описании этого видео, а мы продолжаем снова смотреть влог из Барселоны. Все. День Х, День Арнольд Классик, несмотря на то, что я не взрываю, мы с Кирой приехали посмотреть на турнир, замотивироваться на следующий год. Кира точно выйдет, возможно, в бикини. Я выйду в бикини про. Сейчас, в общем, насмотримся, зарядимся позитивной энергетикой и вернемся уже в Питер, в зал тренироваться и делать форму. В общем-то, выставка обещает быть грандиозной. Я очень надеюсь на то, что мы встретим Арнольда, обязательно с ним сфоткаемся. И фоткаемся с ним. Ага, ну это, конечно, вряд ли, но очень сильно бы хотелось. Посмотрим на бикини про, посмотрим на форму, с которой я должна буду конкурировать в следующем году. Вот оно, вот оно! Легендарный турнир, на который, к сожалению, в том году я не попал, но ничего по поводу свешу. Прямо такие сердце были, такая атмосферка. Давай, сейчас мы будем делать фотку, знаменитую, с адресом Барселона и вывеска Арнольд. Но надо сначала очередь застоять, чтобы сделать. Вот она, цитадель. Входной билет, который стоит 20 евро на один день. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конечно, масштаб будет просто сумасшедший. Народу обидеть, как у нас на земле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это порно! Кто это у нас тут? Здравствуйте. Да меня, наверное, вряд ли знают. Какое место? Седьмое, наверное. Нормальное место. Топ-10, короче, я вошел. Топ-10, это круто. Фигня. Стенд для нормальных людей. Чисто булки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы нашли магазин с официальным стопом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я взяла вот такую толстовку. Кира берет футболку, очень майку. Но она будет свободна, типа стопом. Я беру еще вот такую футболку. Все по 30 евро. Просто это дальше. И это настолько круто, что теперь не возникает никаких сомнений. Потому что хочется выйти уже скорее в категории про. Быстрее восстановиться и быстрее принять участие в турнире. Потому что это безумно красиво. Вы только посмотрите на это. И как я горжусь тем, что я профессиональный спортсмен. Правда, еще пока немного ближе этот статус. Но совсем скоро я думаю, что я это сделаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет! В последний день поездки. И сегодня мы решили пойти в океанариум. Я ни разу здесь не была. Несмотря на то, что уже, я думаю, далеко не первый визит. Небольшая очередь на входе в океанариум. Чуть-чуть народу совсем. Но сейчас купим билеты и пойдем играть на рыбу. Начинаем наше путешествие в океанариуме. Билет на двоих стоит 40 евро. На самом деле, не так уж дорого. В принципе, в Питере билет стоит столько же. Народу дофига. Но я считаю, что в Барселоне стоит очень клевый океанариум. Сейчас посмотрим. За 150 евро можно было выбрать погружение с иконами, но мы решили, что не попытаться. Рыба прикольная. Начинается коридор. Подводя итог. Рыб много и два панорамных аквариума. Но после недопущенного с Питерским океанариумом это полная рыба, потому что в Питере тюли, морские котики, пингвины. И тут что-то как-то сразу всем. Маловато. Продолжение следует. Продолжение следует. прикиньте за 4 евро можно купить соску и покормить рыбу, посмотрите как это клево выглядит офигеть, офигеть, боже мой, это садит соску мы только поняли, что абсолютно каждое медуза повязана полос хочу, чтобы в комментариях написали зачем, я не понимаю, что это за насилие такое, они все на поводках сидят, зачем они это делают в общем вердикт, мне Кианариум понравился, 20 евро и жизнь прекрасна вообще, ты смотришь на морских котиков, на медуз, у нас остался один единственный вопрос, почему медузы на поводках мы пошли пиццовый латте и выяснять, почему медузы на привязи в Кианариуме по совместительству, если нужна сумка Louis Vuitton, пожалуйста, вот друзья, вот я подошел к концу мой влог и надеюсь, что вам очень понравилось было прекрасно в солнечной Испании, я уже вернулась в Петербург, сегодня среда и уже завтра у меня операция вот, после которой вас ждет влог про мое восстановление, про мои тренировки и так далее спасибо вам всем огромное за поддержку, я немножечко волнуюсь, наверное, что все будет прекрасно вот, я надеюсь, что вам понравился этот влог, обязательно подпишитесь на мой канал, потому что в этом году будет еще большое количество влогов и большое количество поездок не забудьте поставить лайк, и с вами была Машка Соколова, как у вас досталась, вот он стоит все, пока